Высадка российского десанта в Приднестровье априори невозможна. Об этом сообщила представитель оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк. Необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО или Украины. Этого им никто не позволит. Те силы армии РФ, которые сейчас находятся на территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями относительно их могущества, которые распространяет российская пропаганда. Мы же, в свою очередь, гарантируем, что в случае чего наш отпор будет абсолютно жёстким. В СУ сосредоточены вдоль границы адекватно той угрозе, которая гипотетически возможна, если они отчаянно рванут в атаку, объяснила Гуменюк. Российские войска в Херсонской области стягивают резервы к границе с Крымом и обустраивают там оборонительные позиции. Об этом рассказала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По её словам, россияне на Херсонщине пытаются передислоцироваться ближе к полуострову, надеясь, что там будет теплее, но мы можем гарантировать, что там им будет слишком жарко. Гуменюк говорит, что туда также перекинули резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонных сооружений. Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетие. Чем быстрее РФ оставит Украину в покое, тем больше у неё будет шансов сохранить собственную целостность. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки», отвечая на вопрос, может ли война закончиться нестабильным перемирием. Во-первых, Украина не пойдёт на такие условия, это нереально. А во-вторых, такого просто не будет. По факту, Россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что якобы готовы, война на десятилетии и всё такое, но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены и во времени, и в объёмах. Они об этом прекрасно знают, сказал Буданов. Он прогнозирует, что из-за этого Россия будет спешить, а боевые действия в следующие три месяца будут очень активными. Серьёзные проблемы у России уже есть, их будет ещё больше, как снежный ком. Чем быстрее они выйдут из Украины, тем больше останется шансов на содержание своей территории в более-менее схожих границах. Она не будет такой, как была, но в более-менее похожих. Возможно, Россия станет реальной федерацией, потому что на самом деле, если посмотреть на законодательства, они ближе к унитарному государству. Но удержать, как было, уже точно не получится, добавил главный военный разведчик Украины. Воздушные силы Украины отмечают, что армия РФ сейчас использует иранские дроны, чтобы выследить и истощить украинские средства противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат. Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают и обнаруживают место расположения. Тот же радиолокационный самолёт А-50 взлетает, когда по шахедам нами ведётся боевая работа. Он фиксирует место пусков ракетных систем. Таким образом, обнаруживают и создают алгоритм, откуда мы стреляем, как перемещаемся и так далее, говорится в сообщении. В Болгарии завод Терем в городе Костинс запускает производство снарядов советского образца после 35 лет простоя. The New York Times сообщает, что продукция будет поставляться исключительно для вооружённых сил Украины. Следует отметить, что старт производства боеприпасов на заводе стал приятной новостью для жителей города, ведь это означает увеличение рабочих мест. Правительство Грузии приняло постановление, согласно которому украинцы могут находиться в стране без виз в течение двух лет. Документ с правками вступает в силу сразу после публикации. Раньше украинцы могли находиться без виз всего один год. По состоянию на январь 2023 года в Грузии официально находится около 30 тысяч украинских переселенцев. Чаще граждане Украины остаются в Грузии ненадолго, а затем уезжают в другие государства. Депутат от партии президента Молдовы Азун Антой заявил, что Украина имеет право рассматривать удар по сепаратистскому анклаву Приднестровья. По его словам, Украину раздражает тот факт, что она вынуждена держать войска в этом направлении. Однако, политик считает, что Украина не будет бить по Приднестровью, поскольку между Киевом и Кишинёвом существует конструктивный диалог. Парламентарий также отметил, что в Приднестровье совершенно не желают воевать против Украины или Молдавии. В Лондоне улицу посольства России переименовали в честь Украины. Она теперь будет носить название «Киеврод». Примечательно, что посольство РФ будет использовать для корреспонденции именно данный адрес. Об этом сообщили в посольстве Украины в Британии. Лондон и Соединённое Королевство в синих и жёлтых цветах. Повод печальный, но настроение решительное. Сегодня улица в Вестминстере, центральном районе британской столицы, получила новое название «Киеврод», говорится в сообщении. Евросоюз ввёл санкции против Альфа-банка, Тинькофф и Разбанка. Ограничения предусматривают отключение от международной системы SWIFT, блокировку активов в странах Европейского Союза и запрет на сделки. Решение объяснили тем, что данные банки являются системно значимыми и участвуют в работе важных отраслей экономики, обеспечивающих существенный доход бюджету России. Что касается Альфа-банка, под санкции также попали его дочерние структуры на Кипре. Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Китай вообще мог бы ограничиться одним пунктом своего мирного плана из предложенных 12, «Уважением к суверенитету». Украина не атаковала Россию, НАТО не атаковали Россию, США не атаковали Россию. Эту войну начал лично Путин, отметил Джейк Салливан. Следует отметить, что мнение большинства западных экспертов и политиков звучит примерно так же. Этот план сравнивает агрессора и жертву. В Пекине даже не пытаются дать оценку действиям России на украинской территории. Субтитры создавал DimaTorzok